Субтитры делал DimaTorzok не Ельский называется, от Ельска ближе всего, а мы сюда с подругой ходили и собирали. Там и дальше посадки тоже это орехи, вот видишь сколько деревьев. Зеленые поля, сады, 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 конечно тут вообще бескрайние, я же говорю, самый ближний поселок, сколько тут мы, ну 3 минуты, минуту. Посмотри какие домики красивые. Дороги конечно оставляют желать лучшего, на стене все видно. Домик хотела показать один, нравится мне. Вот продается. Ну это продается, кому интересно, можете звонить. Хороший спокойный поселочек. Нет, Ельска близко. Поселок находится возле Ельска. Не на этом, в черте города. Нет, практически в черте. Я живу практически, но не в черте. Михаил. А. Причем поселок газифицированный. И дома неплохие люди строят. Тут цена, наверное, конечно. Вот, видишь, в кокосах. О, какие! Аж дворцы целы. Мне вот этот домик нравится. Он одноэтажный. И такой. Такие домики красивые. Тут у них красивый участок сделан. На благоустройство. Тут вот что мне нравится, вот таких вот заборов из штакетников. Очень мало. Угу. Это все плодовые деревья, конечно. Ну, они хорошо, плодовые деревья. Ну как? Если за ними ухаживают, урожай собирают. А когда эти фрукты валяются на улице, ногами давятся, и никто их не собирает, не ест. Это как бы, ну... Ага. Ну, специально на улице, да? На дорожке валяется это. Кто его есть? Вот. Вот. И, получается, мухи эти и... Хотя я вот слышу там, ой, это на улице прям фрукты. Да, фрукты на улице. Ну, только кому они нужны и грязь создают. Это для нас или северян? Ну, да. Как бы на улице фрукты, а в самом деле... Приезжаешь и от вида прямо с ума сходишь. Что, у кого-то под ногами валяется? Угу. А у нас в магазине втридорога. Ну, раз купишь, да подумаешь ещё. Купить или не купить. А вот раньше как струили, видишь, какие были? Угу. Какие окна и какое сейчас все. Смотрите, тоже современный домик. Видишь, какой забор? Мараж. И какие окна, видишь? Угу. Тоже современный. И забор красивый. Все красиво. Навес. Все виноградного вида. Навес. Красотень. Тихий, спокойный посёлок и рядом с Ейском. Это очень удобно. Нету этого шума. Автодом? Нету. Я хочу там ещё водить. Да. Маленький, компактный, тихий. И, в принципе, вот конец этого посёлка. Тоже всё вокруг сады. Угу. Всего вот такое. Сколько тут? Три или четыре улицы. Вот это даже тау-хаус. Вот. Здесь есть. А вот эта дорога пошла. Следующий посёлок. Краснофорский. Вот сюда дорога. Тоже там вот эта вот посадка. Это тоже ореховые. Ореховые деревья. Орехи здесь хорошо растут. Вот современный домик. Ох, видно. Эти тройки посадят. Это можжевельник посажен. И вот тоже новый домик. И вот тоже новый домик. Сюда вот автобус. Школы нет. Ну, школы есть, наверное, ездят, да? Наверное, автобус возят. Наверное, не на этой улице хотела дома показать. Какая здесь. Ага. Ну, хоть какой, но асфальт. Не грунтовка. Да. Да. Все равно в ряде не будет. Ну, вот тоже конец. Вот такой поселок. Маленький, аккуратненький, чистенький. У меня асфальт до самой трассы. Остановка. Будет автобус. А вон есть. Видишь? Вот это уже есть. Воронцовская усадь. Вот у них здесь свой магазинчик. Своя часовенка. Здесь батюшка приезжает. Пасхи святим. Вот такой таунхаус стоит 4,5. Маленький. Транжевые. Блин. Транжевые. Правильно, как все дома элитные такие. вот они вот тот дом с бирюзовой крышей мы когда покупали я его рассматривала но он для нас был большой нам не надо был такой большой продавался вот этого ничего не было было поле где паслись лошади все плеточкой в моем стиле вот садик новый два этажка какие окна называются французские до пола это все вот эта компания которая строила на все облагораживает насаждение вот эти делают красиво конечно у нас даже в центре города такого бы не везде это встретишь потому что да потому что современно вот это вот для молодежи по-моему однокомнатная квартира это спортивная площадка Беседочка Вот у них тут беседка Вот видишь? Молодежный микрорайон называется Мы его сейчас вокруг объезжаем Видишь, какие балкончики Как-то делают сейчас по-современному Все освещено Вот это новый садик Современный Дельский сад Посмотрите, какого размера Малышок Группа малышок Группа ладышки Кому ему нет проблемы с садиками За школы Вот он, этот домик Видишь, какой большой Что мы хотели купить Ага Это вот только недавно построили Еще люди не обжились Но все это фирма и устроили Все 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 Ага Вот Вот Мне здесь один домик нравится Но не здесь вот по следующей улице Прям, наверное, проеду Потому что мы все стремимся к чему-то большому, грандиозному Но сейчас, по-моему, люди уже поняли, что все эти двухэтажные дома Если большая площадь, во-первых, отапливать надо, но у газа уходит И уборка, и все И не все дети живут всегда с родителями, понимаешь? Родители строят, мы вместе жить будем, а оно нет Естественно, всем хочется свое место И получается так, что этим вторым этажом никто не пользуется Ну, тоже вся улица, в принципе, новая постройка, современная А вот долгострой, видишь, разбухали И все, и средств нет, и все стоит Вот старый вид по кирпичу Вот оно, стою, видишь, как он Вот этот домик мне нравится Вот одноэтажный Вот посмотри, какой он маленький, да? Вот я не была, конечно, внутри Ну, посмотри, как все аккуратненько Какие шторки у хозяйки Какие фонарики висят Небольшой навесик украшенный Вот стоечки посажены Небольшой, аккуратный Пожалуйста, заезд для машины Очень мне этот домик нравится Вот рядом уже не то А вот этот прям вообще Да, теремочка